классно поехали всем привет очень рад всех видеть правда не всех кого-то не вижу стартовать камп сегодня надеюсь получится бодро весело никто прям самого начала не заснет вот коротко представлюсь меня зовут артем пташник я предприниматель уже девять лет вот основал за это время несколько компаний с ними прошел через 500 стартапов вай комбинатор вот и сейчас последний проект это чат юл которым прямо сейчас занимаюсь в нем прошел такой интересную дорожку от city of seo вообще 4 это лидирующая платформа в мире одна из лидирующих по маркетингу в мессенджер и instagram вот и как раз с вами сегодня хочу обсудить опыт свой в рамках этого проекта потому что так иногда бывает что все стороны кажется что компания классная успешная все движется все идет вперед и супер здорово развивается но при этом по пути команда сталкивается с очень серьезными проблемами с которыми не всегда понятно что делать куда бежать вот про это хочу поговорить но для начала такой вопрос как бы ко всем можете как там айкнуть я не знаю чат или поднять руку если вы сталкивались вот с проблемой обозначенной здесь на слайде что команда разработки ничего не успевает то что успевает очень низкого качества а при этом разработчики хотят чего-то странно там приходит говорят мы хотим все переписать или какой-то супер фреймворк или в общем что угодно еще непонятно такая на них все руки вижу а может быть просто никто не сталкивался что это же прикольно но при этом зато выбрали эту тему а вот в чатике что-то а можете помогать транслировать потому что мне сложно на чат переключиться пишут пишут в чате что хотят все переписать видимо разработчики что-то очень странное хотят приходят но супер вот на самом деле я как раз хочу вам рассказать нашу историю потому что мы в определенный момент такой проблемой столкнулись и получилось из нее выбраться вот начну собственно с по порядку с историей компании вот значит как это обычно и бывает встретились сио и ситио полюбили друг друга вот и у них появился проект интересный прикольный продукт вот получилось ну какой-то traction в этом продукте увидеть довольно пользователей соответственно привлечь инвестиции начать его развивать делать новые фичи растить команду вот и все шло очень классно то есть прям прям здорово классная ситуация такой market fit произошел вот но и продукт был таким классным что пришло так много пользователей что в определенный момент компания столкнулась так называемый на из проблем тут вот у меня если честно есть ощущение что так и называют эти люди которые с такой проблемой никогда не сталкивались вот а заключается на следующем что приходит так много пользователей что сервис местами начинает перестает работать вот в связи с этим те супер классные клиенты которые были они раньше могли только мечтать об этих клиентов а сейчас они пишут support постоянно о том что сервис не работает или начинает напрямую толпить сио и вообще всю команду с проблемами при этом естественно ну команда разработки бросается все это чинить причем довольно часто по ночам в нашей ситуации это прям было очень актуально потому что у нас основные интересные нам клиенты это штаты а при этом вся команда разработки россии естественно вот это разница часов поясов вот значит вся команда несколько раз за ночь просыпается включая сетево и переживает как и все это заново понять но естественно техническая команда начинает фокусироваться на инфраструктуре масштабирование сервиса мониторингах очень спешно нанимать людей чтобы с этим всем разбираться какие-то процессы строить вот но происходит здесь одно очень важное изменение которое осознаешь только постфактум а именно то что техническая команда начинает делать продукт в этот момент на сдачу то есть фокус такой сильный на стабильность и на работоспособность что в продукты не остается внимание на архитектурку продуктовых фич сети а и техническая команда обращает внимание в последнюю очередь потихоньку начинает естественно копиться этих долг и через какое-то время в общем команда попадает в такой продуктовый круг зла то есть над стабильностью мы работаем над инфраструктурой то мы работаем а вот продуктовые фичи они разрабатываются не очень хорошо производится много багов естественно из этого количества багов еще больше недовольных пользователей соответственно стабильность сервиса в этом смысле ухудшается пользователи продолжают нервничать и давить на бизнес бизнес продолжает давить на разработку и вот этот круг он на самом деле с появлением новых и новых сучей новых новых штук продукте он начинает скорее ухудшаться скажем так начинает ситуация вот если команда достаточно продолжительное время бегать по этому кругу то через какое-то время вот приходим к такому результату что сетевой тех команда полностью сфокусированной на стабильности накопился огромный тех долг при этом естественно что вся команда очень устала при этом не только техническая команда вообще все устали потому что это стресс постоянный это очень много давления очень много работы и бессонной ночи и вот это все и тоже очень важный такой момент который с нами произошел что в то время пока мы боролись за стабильность и работоспособность рынок убегал вперед конкуренты убегали вперед что-то менялось мире менялась ситуация в результате был потерян еще маркетит в продукте вот и вот у нас такая ситуация значит что по разработке получается ничего не движется сичи делать это сложно и при этом вот эти все моменты и возникает вопрос что с этим делать вот как как из этой ситуации выбираться я если можно если у нас получится ну вот из чатика какие-то предложения сейчас услышать было бы супер круто или голосом кстати у нас же можно подключиться и голосом все рассказать тоже не стесняйтесь фокусировать команду на бизнес-результате продуктом работать над приоритизации объяснять почему это важно какой-то даст результат ребят в своем фокусе находится надо надо дать другую перспективу чтобы они тоже могли увидеть но наверное чтобы дать такую перспективу нужно по-другому оценивать их работу то есть оценивать их не потому как они тушат пожар а потому как они вносят вклад в компанию то метриком связанным с созданием продукта каким-то образом вводить теперь для разработчиков связанные больше с вами до скипляем по может быть сложности любые кипя и поедут кипя это то что у меня работает реально надо объяснять и показывать другую сторону медали что время понимали как их действия аффектит вот эту бизнесовую сторону я бы разделил команды на две части команды одна которая отвечает за стабильность и другая за разработку супер классно самом деле я смотрю что опытные участники собрались чате и или в комнате вот очень дельные советы вот я расскажу соответственно по истории наш опыт то что получилось сделать ну первым делом вот напомню про тот самый круг зла и мы на самом деле какое-то продолжительное время потратили на то чтобы постараться сделать команду разработки быстрее то есть фактически нанять больше людей потратить время чтобы там были более эффективные процессы как-то начать измерять задачки и смотреть насколько мы можем быстрее по ним двигаться и так далее и так далее но в целом вот общий смысл всех всего этого мероприятия в том чтобы команда быстрее разрабатывала но вот то что видно по самому этому кругу как бы зла что от быстроты разработки мы фактически просто ускоряем движение то есть да мы делаем быстрее но по сути возвращаемся к проблеме что когда мы очередные фичи релизинг оказывается больше багов но и так далее появляется еще еще и больше давления чем больше свечей тем больше всего в параллель зачем нужно следить вот и проблема это на самом деле так не решалась ну и собственно чем сделали и это было очень важно разорвать этот круг первое для этого конечно очень важно выдохнуть принять ситуацию вот я на самом деле надеюсь что те кто меня слышат смогут там нашему опыте понять что вы такие не мы тогда были такие не очень многих есть такая проблема и в целом она не всегда связана с тем что команда какая-то люди должны делать больше а вот проблема сложная и здорово выдохнуть отойти назад на шаг и спокойно подумать а как двигаться дальше а второй пункт который я прям под звездочкой поместил потому что вот остановить работа над фичами это сделать очень сложно вот в этой ситуации несмотря на то что кажется постфактум очевидным что надо остановить работу потому что каждая фича только усугубляет ситуацию но в моменте очень много давления очень страшно и тем более страшно ничего вообще не релизит какое-то время просто сказать что нам надо подумать и успокоиться вместо того чтобы делать что-то новое и мы если честно сказать вот полностью работа над фичами остановить не смогли но мы срезали очень сильно когда у нас было и не помню там 15-20 задач параллель мы это срезали до трех и я сейчас все-таки постфактум думаю что и те три не нужно было делать вот но даже с убирание большого количества сильно помогает ну и самое очевидное как опять же разобраться в причинах вот попробовать понятие что происходит почему нас медленная разработка когда мы это сделали мы услышали от команды разработки вот такие значит что очень много переключений контекста между багами и стабильностью продуктовыми фичами продуктовых очень много в параллель поэтому там внутри происходит много переключения контекста и непонятно как все это приоритизировать вот при этом из дизайна приходит постоянно что-то новое полностью новые компоненты которые надо прорабатывать с нуля из-за этого очень много копится компонентов которые нужно поддерживать еще ко всему прочему многое приходится переделывать то есть когда фича уже почти готова оказывается что появился какой-то новый контекст и нужно срочно многое поменять по пути не хватает времени соответственно продумать архитектуру про что я уже упоминал и разработка команда разработки не совсем понимает что мы за фичи делаем не зачем то что тоже вот говорили в рамках совета сегодня вот и кажется очевидным из этого набора из этого напора проблем что и причин что посмотреть то надо в продукт на самом деле нужно прекратить мучить команду разработки и пытаться делать его быстрее эффективнее и все такое прочее надо посмотреть в продукт и в продукте разобраться а что мы делаем какая цель как все это выглядит действительно когда мы посмотрели в продукт оказалось что мы многие вещи делаем с нуля многие решения принимаем с нуля без какого-то единого видения какой картинки мы идем что там впереди вот между продуктами нет синхронизации что мы считаем важным что мы считаем приоритетным появляется вот прям действительно дизайн из нуля каждый раз ну и в общем в результате стали очень аккуратно разбираться с продуктовой командой а такая у нас цель от цели выстроить какое-то видение того куда пойдет наш продукт каким он должен стать через определенное время и вот уже базируясь на этом виде не построить архитектуру причем здесь слово архитектура она достаточно часто применяется в смысле какой-то архитектуры разработки что там у нас будут сервисы как они будут связаны но здесь я использую это слово именно смысле продуктовой архитектуры вот в том плане как встроен продукт из каких компонентов он состоит я не живут ну почему это важно что из этого важнее всего и как все поддерживает но и вот начиная от этой архитектуры уже можно думать про какую-то скорость потому что она будет позволять принимать быстрее решение делать продукт более гибким из переиспользовать какие-то компоненты делать многое с нуля старые решения будут помогать новым нужно будет возвращаться к ним снова и снова естественно здесь очень важно что компонент изобретенный с нуля в нем будет очень много проблем всегда потому что ну каких-то проблем первого порядка который появляется после релиза вот этого всего можно избегать если есть такое видение если есть понимание архитектуры здесь конечно очень важно что не всегда команда разработки может вот так пойти в продукт и начать разбираться но если среди нас больше всего разработчиков тем бедов то я бы посоветовал точно начать задавать эти вопросы вот если ваши продукты сейчас не приносят это видение в команду то точно начать задавать вопросы ребята что мы делаем какая у нас цель а почему мы думаем что вот эту фичу когда мы сделаем станет лучше чего мы ожидаем и требовать требует требовать требовать вот это вот эту картинку требовать это видение в какой-то момент совершенно точно это позволит потихоньку потихоньку подточить и увидеть но и создать это понимание вот но и добавлю здесь еще что в разработке конкретно мы сделали но несколько вещей которые тоже очень помогли во-первых очень жестко сформулировали что в продуктовых командах мы не берем больше одной задачи в спринт и это было очень сложно то есть нужно договорить договариваться с продуктами жестко площадь какое-то большее количество задач это очень сильно важно для того чтобы разработчики постоянно переключали контент выделили команду и такое тоже было предложение что вот сфокусировать конкретных людей на стабильности других на продукте вот естественно план по архитектуре про здесь я уже говорю про архитектуру начиная от продукта и дальше в разработке как конкретно мы хотим выбираться из текущей ситуации где на архитектуру мы давненько подзабили а прийти в ситуацию когда у нас есть нормальные дня компоненты мы понимаем связаны и так далее но и оттуда построить библиотеку компонентов которая будет помогать вот эти решения не принимать все заново переиспользовать очень много и таким образом гораздо быстрее двигаться и но как бы подводя итог от всего этого мероприятия то что мы увидели как был себя я конечно привожу рекламные цифры потому что естественно нельзя померить скорость разработки честно ну вот до четырех раз быстрее это не совсем с воздухом и действительно когда делали какие-то аналогичные фичи и на который мы раньше тратили несколько месяцев мы иногда делали за спринт за два при этом стало сильно меньше нагрузки именно с точки зрения багов и самое главное что для меня было важно очень с бизнесовой точки зрения что мы очень сильно разблокировались по уровню тех задач на которые мы имели смелость посмотреть за которые мы имели смелость взяться потому что только разработка перестает быть таким узким горлышком в которой мы боимся положить даже самую маленькую задачу потому что он будет лежать месяцами то компания становится смелее мы можем делать больше мы можем как-то смотреть на бизнес более широко вот и это наверное был самый-самый такой важный итог всего этого мероприятия ну вот но и наверное напоследок и я скажу что если вашей компании вам ну очень тяжело доносить важность таких вещей разработки архитектуры и какого-то продуктового видения мы точно ждем вас у нас потому что мы знаем эту важность вот приходите добавляйте ко мне фейсбук буду рад услышать может быть какие-то вопросы сейчас на всего на все ответить да да спасибо большое артем можем тебе виртуально поаплодировать отличный доклад и очень яркие слайды а у нас вопрос от андрея кузнецова андрей можешь включить микрофон да да привет очень классная история вот я продублирую то что в чатике написал вот эта часть подготовки истории к разработке она как изменилась по времени на слайде до четырех раз быстрее кнопки нажимаем а та часть которая перед нажиманием кнопок с ней что да это кстати я может быть даже забыл упомянуть что действительно мы сейчас гораздо больше времени тратим на проработку продуктовых фичей вместо того чтобы сбрасывать их разработку ну да и это тоже помогает конечно там вот была одна из проблем про то что приходилось много переделывать по середине разработки изменялся контекст начиналась переделка благодаря тому что мы больше прорабатываем больше тратим на то время действительно сейчас этот эффект практически получилось убрать а то есть вот в длинном горизонте вот some time to market он как-то изменился ну то есть по сути же ценность получается в конце когда прошел от подготовки когда мы понажимали кнопки от тестировались и реализнулись то есть он сам то там то марка здесь состоит из двух частей вот получилось обе сократить на самом деле продуктовая фаза конечно выросла но в продуктовой фазе ростом будет я немножко с потолка беру цифру но условно там с двух недель до трех например больше мы прорабатываем но разработка часть при этом сократилась допустим с четырех месяцев до одного но если мы возьмем какую-то достаточно масштабную фичу вот а самое главное же здесь еще то что ну есть еще постпродакшн есть счете баги которые выплывают есть давление этих багов на команду разработки в целом а это означает что но если такие багов сильно меньше после разработки то значит в дальнейшем мы будем сильно меньше времени тратить на то чтобы ищить спасибо большое спасибо за вопрос пожалуйста задавайте поднимайте ручки пишите в чат чат на ютюбе тоже проверяю а пока что артем вроде бы ты писал на слайде про core команду и про то что дизайнеры у вас как-то вводили какие-то новые компоненты можешь поподробнее рассказать как сейчас этим работаете то есть core команда поддерживает работу как раз библиотека компонентов ну да на самом деле вот как раз ответственность команды это архитектура плюс стабильность вот там на самом деле достаточно большое количество задач у нас большая инфраструктура там же сотни наверное серверов вот плюс ну естественно архитектура это такое ну слово которое невозможно создать забыть про него то есть это естественные процессы которые нужны для того чтобы эту архитектуру поддерживать каждому фичу ее обсуждать и понимать постоянно что-то изменять в этой архитектуре и для нас кстати вот этот момент тоже забыл упомянуть очень важным изменением было синхронизовать дизайн команду и команда разработки фронтенд разработки и сделать постоянные симки как раз по компонентам научить разработчиков задавать дизайнерам вопросу почему нам нужен новый компонент очень как-то рьяно к этому относиться и запрещать вообще что-то добавлять в библиотеку компонентов без очень-очень-очень веских причин и вот в целом ну люди в пар команде они как раз вот эти процессы и поддерживали и правил продолжают собственно сейчас новых вопросов я пока не вижу а если у кого-то еще андрей да раз уж пошла такая пьянка а можно еще про core команду вопросик вот ты сказал что было там две части это та часть которая условно говоря библиотечная ну то есть это какой-то возможно и для фронта мобилки возможно какие-то сервисные вещи там архитектурно и так далее а вот та часть по которой было в проблеме про масштабирование ну то есть то есть то есть они они же девопсы они же дизайнеры они же уикит они же бэкэнд архитектурные базы репликации отказа устойчивость и прочее ну это конечно смысле не да спасибо за вопрос это конечно не одни и те же вообще люди смысле там в этой команде какое-то количество человек есть бэкэнд часть есть фронтэнд часть есть но я не знаю мы не называем этих людей девопсы мы немножко другой термин используя но не все важно люди которые помогают инфраструктурой помогают с процессами разработки вот поддерживать в общем весь pipeline разработки в удобном для разработчиков формате разработка для разработки такая да 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 я понял как это часто бывает все спасибо большое это как раз тот человек которого вы называете front ops это ко мне вопрос да так не называем у нас эта функция называется srg мы такой термин из гугла используем с сайт релиабилити инженер вот и но наверное разница принципиальная что эти люди они понимают как вообще у нас устроен устроен весь внутрь разработки то есть не только про сервера это не только про скрипты а это и про то вот как устроена целиком система какие у них компоненты почему это важно как внутри работает весь этот спектр задач а весь процесс настройки перехода к новой системе выделения новых ценностей сколько у вас по времени займет я если честно не вполне уверен что он полностью закончился вот потому что ну никогда не знаешь где идеал и до него точно не добежать но первые плоды мы увидели где-то через полгода то есть всем нужно было синхронизироваться верно и как часто вы проводили вот такие встречи для того чтобы все поняли что у нас что-то меняется нужно пересматривать процесс для меня просто самый самый вот такой принципиальный момент было пойти разбирать разбираться с продуктом у нас на самом деле вот интересный такой момент который в этой истории был что команда разработки начинает заслеть очень быстро потому что она первая сталкивается вот с этой очень серьезной проблемой из-за этого сразу появляются процессы сразу появляются какие-то понимания про архитектуру в общем очень много практик которые позволяют работать над стабильностью и стараться быть эффективным а при этом остальные функции но обычно есть такое ощущение что ну в продукте там успеваем все придумывать это вы не успеваете делать разработку вот и поэтому продукту гораздо сложнее в эту ситуацию начать заслеть и вот для меня было очень важно как раз продуктовых командах проработать все эти моменты вот поэтому в основном фокусировались на этом вот окама но а результат получается сам собой если продукты очень хорошо понимает что мы делаем и не берут кучу всего в параллельно спасибо тебе большое получается разработчики у вас самые взрослые оказались ребята которые понимают что я не думаю ну в смысле это взрослость я не говорю что люди взрослые а просто именно команда и процессы в ней мне думается что так и было вот то есть мы сейчас очень сильно поработали не только в разработке а из другими функциями вот но над на том этапе просто команда разработки была большой там были был найм там было понятно что такое хорошая разработка что такое плохая какая архитектура какие компоненты и так далее так далее вот эти все вопросы над ними долго и аккуратно работали а в продукте было сильно сложнее с этим окей хорошо ребята если есть еще какие то вопросы три минутки у нас есть давайте тогда спрошу да тем вот вы остановили почти полностью работу по разработке а как именно вы искали причины проблем что вы делали чтобы понять что именно вот эта проблема за которой все из-за которой все стоит на самом деле тут это было сделать вообще несложно нужно было просто посадить разработчиков спросите ничего происходит почему но здесь наверное сложное было очень честно их понять эти причины и вот сделать этот шаг назад и понять что они на самом деле тут начинаются раньше они идут из продукта вот то есть скорее сложно было да не узнать а что это за причина а как-то вот их проанализировать и найти корень зла артем короткий вопрос из ютюба что у вас используется для библиотеки компонентов а это сейчас уже не ко мне вопрос давно дело было я могу переадресовать во фронт-энд я думаю ребята смогут постараюсь да тогда можно чате если узнаешь напиши мне а я напишу в youtube хорошо договор договорились спасибо тебе большое за доклад было очень интересно ну